приветствую вас мои подписчики и гости канала соль это один из самых древних и известных продуктов которые используются человеком в кулинарии в быту однако помимо своего практического применения соль также является предметом многих народных поверий некоторые из них утверждают что соль может приносить удачу а другие предостерегают от ее использования в этом видео я расскажу вам о народных приметах связанных с солью вы узнаете как использовать соль в быту чтобы привлечь удачу уберечься от порчи из глаза а также прогнать негативную энергию из дома вы узнаете как правильно посолить еду чтобы не привлечь беду как использовать соль в ритуалах защиты от негатива и как с помощью соли можно узнать свое будущее это видео будет полезно для тех кто интересуется народными приметами и верит в их силу если вы хотите научиться использовать соль в быту и магии чтобы улучшить свою жизнь обязательно посмотрите этот ролик до конца друзья если понравилось то поддержите канал поставьте лайк и подпишитесь а также переходите в наш телеграм-канал так вы не пропустите новые выпуски вот 39 народных примет о соли если вы рассыпали соль то необходимо немедленно собрать ее и выбросить через левое плечо чтобы избежать неудачи по преданию если вы попробуете соль на вкус предварительно не насыпав ее на свою ладонь то у вас не будет счастья если соль закончилась то ее необходимо срочно купить чтобы не отпугнуть удачу плохая примета одалживать соль а возвращать соль еще хуже лучше всего не давать и не брать соль от чужих людей если вам подарили соль то нужно отблагодарить дарить или монеты чтобы не потерять его расположение если вы забыли закрыть крышку на соломке то вы привлечете несчастье если вы решили пересыпать соль то необходимо перед этим постучать по столу если соль растворяется долго то это знак того что у вас много проблем вы избавитесь от негативной энергии и недобрых мыслей если оботрете тело солью раньше существовал обычай добавлять соль в воду в которой купали новорожденного если соль рассыпалась на пол то это знак приближающихся гостей если вы забыли посолить блюдо то это означает что гость не придет случайно уронить соль с полки знак того что вам необходимо сделать выбор существует множество примет связанных с посолом еды что позволяет не только сохранить вкус блюда но и привлечь удачу избежать беды вот некоторые из них солить еду нужно только правой рукой так как левая рука считается не чистой соль необходимо брать только сухими руками чтобы не нарушать ее энергетику нельзя солить из общей емкости непосредственно на еду ее следует высыпать на ложку а уже затем добавить к блюду соль это один из самых старых и мощных инструментов которые используются в магии ритуалов защиты от негативных энергий из глаза вот несколько способов как можно использовать соль в ритуалах защиты от негатива очистка дома с помощью соли чтобы очистить свой дом от негативной энергии можно смешать морскую соль с водой в пульверизаторе и опрыскать этим раствором каждый уголок дома а также свое тело и одежду затем нужно пройтись по дому с горящей свечой и позволить ей сжечь все негативные энергии после этого можно провести еще один ритуал с солью например разложить миску с морской солью в центре комнаты и оставить ее там на несколько часов или дней второй способ это создание защитного круга чтобы создать защитный круг вокруг себя или вокруг другого человека можно нарисовать круг на земле из морской соли затем нужно зажечь свечу и находиться внутри круга пока свеча горит это поможет защититься от негативной энергии очистка кристаллов и амулетов соль можно использовать для очистки кристаллов и амулетов от негативной энергии для этого нужно просто положить кристаллы или амулеты в миску с морской солью на несколько часов или дней когда в доме чужие люди, поставьте полную солонку на стол. Соль должна быть в открытой солонке, так она гасит отрицательную энергию, отводит сглаз, а злые пожелания возвращаются тем, кто их послал. Важно помнить, что использование соли в ритуалах защиты от негатива не является универсальным решением и не заменяет консультацию со специалистом, если у вас возникли серьезные проблемы. Если вы ошибочно добавили соль в кофе или чай, это свидетельствует о скором приходе благоприятных изменений. Если вы передаете солонку кому-то за столом, это рассматривается как плохой знак, который может привести к потере удачи и счастья. Во время застолья гости должны досаливать только пищу в своей тарелке, но если кто-то пытается посолить все блюда, это может быть знаком желания украсть благополучие и достаток из вашего дома. Если в дом приходит недоброжелатель, после его ухода следует посыпать солью на его след, чтобы изгнать негативную энергию. Носить соль в кармане, вшитую в мешочек, считается благоприятной приметой, которая может привлечь удачу. Считается, что если при накрывании на стол первой на стол поставить солонку, то это может привлечь достаток в дом. При вселении в новый дом солить ступеньки считается хорошим знаком, который поможет изгнать злые силы, находящиеся в жилище. Если потемнеет соль, разогретая на сковородке, это может свидетельствовать о том, что на семью наложено проклятие. Чтобы защитить положительную энергетику дома, соль следует хранить в герметично закрытой емкости. Приподнесенная в дар солонка считается дурной приметой, которая может привести к болезням в семье. Не следует покупать соль в субботу или понедельник, чтобы избежать несчастий. Считается, чтобы привлечь благополучие в дом, всегда должна быть запасная упаковка соли. Новую пачку соли должны покупать только хозяева, а не просить делать это кого-то другого. Одалживание соли считается нежелательным, так как это может привести к передаче благосостояния из дома. Неприятности и конфликты в семье могут предвещаться плохим знаком, таким как разбитая или уроненная солонка. Когда в семье появляется новорожденный ребенок, ему дарят солонку, которую не используют. Вместо этого она должна храниться в безопасном месте, пока ребенок не вырастет. Если рассыпать соль на стол, то можно сильно поссориться с кем-то. По преданию, просыпать соль на пол и на стол одновременно, это означает, что в ближайшее время вас ждет крупный скандал, о котором будут знать все соседи. В первую ночь после переезда, в новый дом на пол, ставят тарелку с солью и хлебом, чтобы подружиться с домовым. Соль – отличный проводник энергии. Магия соли помогает предсказать будущее. Для этого нужно гадать перед Рождеством. Оставить на столе три щепотки соли, утром необходимо посмотреть на соль, если она лежит нетронутой, все будет благополучно, а если соль вдруг начала таять, это означает опасность и даже смерть. Девушка может увидеть в своем сне будущее, если съест перед сном соленую пищу. Нельзя пить воду и с кем-либо разговаривать. Отправившись спать, девушка в сновидении увидит свою судьбу. Друзья, вот такие народные приметы связывают соль с многими аспектами жизни. Некоторые из них имеют научное обоснование, а другие являются чисто поверьем. Однако многие люди продолжают верить в эти приметы и применяют эзотерические свойства соли в повседневной жизни. Для привлечения удачи пишем ниже в комментариях под видео. Я желаю и принимаю изобильную и счастливую жизнь. Да будет так.